вы отказываетесь вернуть деньги это правильно да за проданный некачественный товар вам сейчас чек покажут и покажут видео для видео упаковки остались все и чек упаковки видео а вы марина вообще в курсе что у вас в организации действует определенная акция что если человек возвращает товар либо заявляет о том что товар был куплен некачественный то чек не обязательно предъявлять знаете да и в то же время сейчас требуйте чек вы не имеете права требовать за счет покупателя этот товар обратно и уменьшать стоимость суммы зависимости от того использован этот товар не использован вот этот товар на данный момент может быть уже употреблен он может быть уже выкинут и тому подобное продукты питания обратному возврату не подлежат вот просто на данный момент нам достаточно подтвердить сам факт что вы продали некачественный товар какой товар и по какой цене это можно сделать видео это можно сделать чеком это можно сделать свидетельскими показаниями но насколько мы знаем что вы курсе этой ситуации вы непосредственно присутствовали потому что когда денис анатольевич мне позвонил он мне ситуацию описал что вы просто говорите не будем вам возвращать деньги пока вы не вернете товар на большую сумму товарки не покупатели но с активной позиции а вы решили с нами уже попрощаться зачем вы доводили до того чтоб я приехал мои услуги стоит деньги то что я сейчас снимаю на телефон то что я буду в суде представлять интерес это стоит больших денег и судебные расходы будут заявлены соответствующие серьезно вам говорю и вам вам за это спасибо не скажут можете мы вам позовем когда будут быть необходимость я думаю что у нас что-то сейчас найдем помимо того что у вас купили хорошо вижу уже можно звать на помощь марину уже все пятерочки пошли но и вот так вот уже так и нет я тебе так скажу вот нет каких-то правил как мы можем скажем так фасовать сами для тебя товар правильно по чуть-чуть решил будет ассорки то что мы хотели взять мы взяли упаковали а че не в разные мешочки а че надо было в разные естественно слушайте а для меня это вообще не естественно для меня удобно в один пакет ассорки не знаю как то что мы не в курсе даже по новой брать она выбрать сейчас пойдем по новой возьмем с этим а с этим что делать разберете на продажу выложите выложите на продажу или я на чайку отдам пусть что хотят делать но на продажу то будьте выкладывать так как вы думаете что-то так или не так что-то там работает может там гбр поможет зависит переберут они пакетик-то на нет просто подошли взяли то что нас интересует предъявили на кассу на то что нужно в разные пакетики раскладывать это что вообще нужно пакетики раскладывать мы впервые слышим от вас как у нас вот есть одна рука левая правая берешь ложечку складываешь по разной цене мы на цены не смотрим мы вам верим вот насколько взвесить или насколько пробьете столько и будет я так не пробиваю а что делать теперь вот мы хотим орешки орешки что там еще сухофрукты вот вы нам хотели помочь смотрите выбрали товар предъявили на кассу хотим оплатить помогите нам как-то это сделать ну не знаю мы хотим купить а нам не продают говорят что нужно в разные пакетики а мы вот только сейчас узнали окажется что нужно в разные пакетики и то что это должны делать мы покупатели они работники магазина ну наверно да вот мы сами обслужили почему не продается мы еще положим погибли так вы не уходите давайте побеседуем мы не просто так вызывали вернет а вернет допускать я знаю что вы стояли давайте вот прямо вот прямо на месте что то замечание что вот это замечание но одно и хорошо смотрите вам известен такой технический регламент таможенного союза 0 22 2011 неизвестно да а вы кто по должности спасибо просто кассир но вы по приказу сейчас самый главный или так вот на себя инициативу взяли по приказу ну все тогда будете отвечать за всех и есть санпим который запрещает реализацию товара который подлежит употреблению без мытья и термической обработки то есть должен быть только обязательно потребительской упаковки это вот орешки которую мы сейчас сняли это хлеб вот этот товар он должен быть упакован вот мы сейчас просим вас снять с реализации есть этот товар том числе те орешки которые там находится которые готовы к употреблению и при нас утилизировать но по крайней мере сделать так чтобы невозможно было их повторно выстрелить на баку на баку на баку покупать и покупает на хлебушке ты плюнул я тут стою 10 минут на ты плюнула что вам надо то что скажу плюну туда до куда он плюну то нахуй а я хочу я хочу давай я хочу вам обещать документы предъяви свои что ты имеешь право это снимать я покупатель простой документы свои предъяви мне документы предъяви и вот тоже ты кто такой да слышь давай мы сейчас закончим разговаривать не давай давайте пожалуйста на вежды и будьте чё ты меня орёшь а в чем я не орать не DeutschenБе он только при мне сказал покупать чтобы плюнул куда ты плюнул то слышь э constant Orrel твоя жизнь ты че разговариваешь в евш推ти че ахуел что ли олеша причем материicias орел Охер прокажи меня имя ему кому ты плюнул то куп чуть-чо prépar Martell стоит покупатая ст commodities maar написание опускать коллективного олеша это знаю sua нов Qual άпixが твоя вернет этого Орел в твоей штуре 싫ностью great вы на племеньку горяч 16 чтобы перепутал увлечен холодный ты перепутал никто на хуй ром называешь мастерисия хочу и матерись У тебя какая жизнь? Плюешь ты, блядь? Сука, я на тебя сегодня плюну нахуй Попробуй, плюнь Пойдем на улицу, ой, легко плюну Серьезно? Я не угрожаю тебя, побеждаю Подожди немножко Он сказал, что он плюнул Я тут 10 минут, он не плювал Надо ей бабушка покупать И он ее обманывает Убери нахуй, телефон ебаный Сами убери свой телефон, как ты выразился Я не снимаю телефон Я снимаю телефон Я фиксирую твое поведение А я твое буду фиксировать Ну фиксирую, ради бога Ебалово тоже покажи Ебалово, ганималово, понял Ганималово, молодец Иди, плюнь туда Иди туда, плюнь при мне Плюнь, что ты за трестер Стоишь трясешься А ты не трясешься А ты не трясешься Я не трясусь, посмотри, где я трясусь Молодец, смелый Я, да, я смелый Ну я бы тоже не трясусь, я тебе так скажу А ты свои покажи, давай Я покупатель, я тебе скажу Я тоже покупатель, дальше что Я покупатель, да Я объясняю данному работнику, что нельзя Придись с Роспотребнадзором И будешь объяснять Да я за Роспотребнадзором Работаю за линцов, которые не принадлежат делают И сюда мы приходим Зачем ты сам приходишь, придись с Роспотребнадзором Они не приходят И он еще говорит бабушке Я туда плюну, не берите этот товар Да он туда не плюнул Да что ты, он бабушке говорит А ты тут сейчас стоишь и качаешь права Какого-то товара Он сейчас сказал А ты сейчас за кого качаешь Я за покупателей За себя или за бабушку за кого И за бабушку за себя тоже Мне не понравилось, что он сказал, что я плюнула Хорошо, хорошо, хорошо Если бы он этого не сказал Придензии были к нам какие-нибудь? Нет, 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 нет Я бы увидел, другие Ты бы не увидел, не увидел Придензии Хочешь я тебе покажу Я стою здесь Нет, я не спорю Может быть такое будет Я не спорю В смысле это есть Я стою здесь И он стоит и говорит бабушке Я туда плюнул Да я его не плюнул Да хуя он обманывает бабушку Зачем? Чтобы женщина не брала Почему не брала? Потому что он грязный Конечно Ты провел экспертизу, что он грязный Да мне не надо экспертизу Из-за законодательства Запрещайте руковать таким образом Должна быть экспертиза Да нет Есть экспертиза Есть конкретные нарушения Есть конкретные нарушения Нарушение-то ты в этом магазине Понимаешь? Это нарушение Мы готовы с говно Само оберегаем вас от говна Что давать? Мы вас от говна оберегаем Войми Я бы даже не подошел Если бы он не сказал, что я туда плю Понимаешь? Да мы будем говорить все, что угодно Схуяли 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 А тебе тут снимать что ли? А я могу снимать Я ничего права не нарушаю Ты снимаешь шлюх А ты видела Понимаешь? Вот такой молодец Ну ладно Мы оберегаем, чтобы они говно не брали Тараканы бегают Мыши бегают Где тараканы? Покажи нам хоть одну мышку Пожалуйста Вызвольте по полиции Покажи Пыль Леги Чтобы она не купила Понимаешь? Ты можешь сказать Не берите этот товар, он плохой А зачем? Я его плюнул Понимаешь? Зачем? Да ты можешь сказать Не берите товар, он плохой Все Вот ты сказал Ты его плюнул Она взяла Ну так видишь Тебе легче стало от этого? Даже это не останавливает Бомжи подходят к грязному руку А что ты видишь? Ты сказал Как тебя зовут? Рома Меня зовут Рома Вот смотри Вот я сейчас подхожу Вот для примера Тележку возьми Для чего мы это делаем? Вот смотри Мне ничего это не мешает Это сделать Ничего не мешает Ничего не мешает И мне ничего не мешает Это обратно положить Ничего не мешает Я не спорю Ты его плюнул? А? Да руки грязные У меня руки грязные Любого человека руки грязные Не бери и все Никак не плюнул туда Понимаешь? Так ты ведь она все равно взяла Эту булку Вы строите дворем Два таких лба Наехали на девушку Вот Перед вами Да вы на кого наехал Мы пытаемся На человека Донести информацию Сюда пришли на него Наехали Зовите директора Директора Не с ней Я только что с ней разговариваю Он сказал У вас есть официальный приказ Он сказал Да есть официальный приказ За директора Нет директора Нет директора Нет директора Не все Я вам не наглядно показываю Я тебе сказал Покажи мне такой момент Что ты имеешь право Когда товар трогать Сбивать на камеру Мои документы Сбивать на камеру Я покажу Документы Роспортепнадзор Выебят магазин Да ничего не сделает У них Потому что я этим занимаюсь Непосредственно Конечно Два года Если у тебя есть с тобой телефон Прямо сейчас Заходи на ютуб Заходи Мамаев про Набирай И смотри наш Ну тогда в чем проблема И что вы этих добились Убрали с прилавки Убрали Где Вот и здесь убирали И сейчас уберут Не веришь Когда вы здесь ходили Не веришь Уберут Сейчас опять расслабились Опять расслабились Так мы будем приходить Зачем будешь Что я плювал туда Да мы не только это говорим Мы разными путями Пытаемся бороться В том числе И путем снятия Этой просрочки Да вы знаешь за что борись За просрочки Да я сам решу Так вот А ты знаешь Эту просрочку Именно в этих магазинах Продают Так вот Нашел просрочку Взял забрал И все Эту просрочку Которую здесь Должны утилизировать Ее Некоторые товарищи Покупают Ну задешево А потом Перефасовывают Продают Ну ты это знаешь Я не про это говорю Я говорю про то Что торгуют Торгуют А твое право Ты можешь купить А твое право Потрогнуть Хлеб Я это и сделал Я покупатель Я могу любой товар Потрогнуть Я могу взять бутылку Открыть А потом Я покупатель Понимаешь Это не опыт У него нет такого права Говорит Что я этого плюну Это оскорбление Это оскорбление Это оскорбление При мне Я стою тут 10 минут И стою как он нахуй Стоит бабушки Что я этого плюну Я тебе сейчас скажу Что я тебе на лицо плюнул Тебе будет приятно Смотри У нас все фиксируется У нас фиксируется Я сделаем так Я вот этот конфликт Выложил полностью Без остановки И ты посмотришь Как все было Значит я тебе сразу говорю Что у нас все фиксируется На аудио Все фиксируется И все что он сказал Будет зафиксировано Вот у него Видишь рекордер Он плюет Я это все выложу Понимаешь Все Пускай выложит Пускай выложит Что они в городе А ты ничего не путаешь А ты как разговариваешь на ты Он тебе сказал Вы ничего не путаете Ты не путаешь А почему мне нельзя на ты разговаривать Это русский язык Потому что нахуй Субординацию соблюдай Какую субординацию Ты покупатель Я покупатель Он тебе говорит Вы ничего не путаете Ты ему говоришь Ты ничего не путаешь Я русский язык А кто он для меня Вежливее Он не запрещает Вежливее разговаривает Он не запрещает Что-то делать Что это заachtер Что тебя еще сделают Что тебе еще сделают Что тебе еще сделают Орел Что нахуй Ты угрожаешь Ты мне угрожаешь Ты меня будешь запрещать, что мне делать. Ты кто такой? Ты обиделся, бедняшка? Ты что, обиженка, что ли? Ты обиженка, скажи мне. Деловой. Слышь, ты кого нахуй обиженного-то увидел? Ты чего? Чего ты ебали? Кого ты нахуй обиженного увидел? Беда ты ебали, беда тебя. Обиженный. Уверен? Что тебе надо от меня, а? Сюда выйдите, что ты делаешь? Здесь плохо сидится, стоится. Иди, иди. Бед, кого ты нахуй обиженным-то назвал, беда? Хуй ты ебали, беда тебя хочет, да, орел? Что хочешь от меня? Орел, а? Смелый такой, что ли, а? Ну жди, блядь, жди. Жди. Свою башку не потеряй, орел, бед. Сами иди туда, орел. Защите. Это вы вот таких вот сюда, да, покупателей ждете? Я уверен, что я этого чела пробью, я найду цепочку, связанную между тобой и ним. Да. Муж твой, нет? Постоянный покупатель. Постоянный покупатель. Вот его и корми говном и просрочкой. А мы будем покупать то, что мы считаем нужно. А вас я вижу первое. Дед, это пропуститель. Он был охранитель. Пойдемте. Дальше мы продолжим разговор. Значит, при нас сейчас снимаете вот этот вот хлеб и утилизируете их. Вот, и так же орешки и то, что там может. У нас есть постановление. Вы живете в Российской Федерации, выполняете технические регламенты и ЦАНПИНы. Уже не первый раз мы вас тыкаем сюда. Вы каждый раз то устраняете, то опять выкладываете. А вы на меня не просите, зачем мне? Да потому, что возбудился от ваших поклонников, так сказать. А чего я говорю? Тухлопритонного вашего. Да. Ну, каждый сужит для себя. Ну, я по вам сужу. А я по вам. Чего это у вас такие покупатели агрессивные, а? Мы такие покупатели агрессивные. То одно, то другое им не нравится. То нет их. Да потому, что я возбудился. Потому, что на меня так вот давно не наезжали. Что ты хочешь от меня? Ну, жди. Жди. Жду. Жду, бля. Так, Денис, давай тогда тележки. Не хотят снимать, сами снимем. Мы сейчас ждем полицию. Ну, ждите полицию. Ждите. Конечно. Будем ждать или сейчас снимать? У нас есть бракинарный журнал. Мы снимать не живем. Не будем. У нас есть постановление, по которому мы работаем. Хорошо, мы суклим. Давай сейчас мы будем покупать. Все восстановление. Ваши. То есть вы не по закону говорите? По закону. Нет. Да, по закону. Правила торговли для вас не уделяется. Комонтар, вы читаете. Вам нужно помочь. Можете не покупать. Сами. У нас покупка предоставляется. Можете сами. Вам нужно только помочь. Вы продаете магазин. Вот. Мы зайдем полицию. У нас все нормально. Ну, предполицию будем снимать. Давай будем полицию снимать. Ну, потому что понимаешь, я вот этого немножечко не понимаю. Женщина, вы знаете, что у вас нарушение. И вы себя так нагло ведете. Почему у нас нарушение? У нас есть продукция. У вас есть продукция. У нас есть бракеражный журнал. Смотрите. У нас есть щипцы. И люди берут щипцами. Почему вот этот хлеб запакован, а вот этот хлеб не запакован? Так запакуйте. Прежде чем выкладывать на продажу. Да я не должен ничего читать. Я вам конкретно пример привел на том, каким образом мы упаковали ту продукцию, которую на кассе предъявили. Наглядно. Да не все понимают. Не все понимают. И не все пользуются щипцами. И вот эти санпины не просто так придумали. Не просто так. Есть и решение арбиты ражных судов о привлечении к ответственности магазины за продажу хлеба вот таким способом. И разъяснение куча. Пишите жалобу, пожалуйста. Но зачем писать жалобу? У меня есть право на самозащиту. Статья 14 Гражданского кодекса. Я это и делаю. Потому что у Роспотребнадзора мораторий сейчас, они не возбуждают административные дела. Прокуратура крышует. Менты крышуют. Сейчас посмотрим, кто сейчас приедет, сотрудников полиции, и как они будут себя вести. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. Ну я вам сразу говорю. Сразу говорю. Я громко разговариваю. Вы кричите. Вы кричите. Вы кричите. У нее рабочие деньги. Кричите на нее. Зачем? А что, мне нельзя громко разговаривать? Вы кричите. Громко можно. Я матом выражаюсь или что? Зачем вы кричите на женщину? Зачем? Я говорю еще раз, эмоционально возбужден. Меня сейчас в магазине ждут после магазина, чтобы меня набить морду или там что-то еще. А как у вас какие-то представления? Вы спровоцировали. Да какая-то спровоцировали. Он хочет о чем-то поговорить на известном ему языке. Он же ушел. Сейчас вы разговариваете со мной. Правильно? Я вам не хочу объяснить. Я еще раз объясняю. Я возбужден. Не по этому. А я могу кричать, не на вас могу кричать. Я сейчас просто разговариваю громко. Понимаете? Ну громко я разговариваю. Я возбужден. У меня адреналин. Вы будете кричать, будет плохо. Серьезно, что? Уже и вы начинаете угрожать. Да. Может и вы сейчас будете... Удостоверение. Дородование. Пот я должен подать на тебя жалобу, а то, как ты разговариваешь, ты угрожал только что, покажи удостоверение он сказал, что у вас будет состояние не очень хорошее, после таких нервных стрессов спасибо за беспокойство Андрей Владимирович, пожалуйста, воздержитесь от ваших комментариев, мы ждем сотрудников полиции я на данный момент разговариваю с руководителем это мое личное дело, женщина мне замечание не делала вы сделали? хорошо, вот женщина считает, что я громко разговариваю, я постараюсь поменьше, потише значит, давайте возвращемся к нашим баранам или как угодно Андрей Владимирович, я надеюсь, вы не будете больше влезать в разговор вы послушайте ему, да я не могу кричать, могу не кричать просто мне женщина попросила, я попытаюсь, что он унизить мы на рабочем месте да я тоже на рабочем месте у нас сегодня разговор начался с того, что я приехал я вам показал, например, кто такой я вам сегодня в полицию покажу, я на данный момент покупатель у нас разговор начался с Марины с того момента, что я сюда приехал потому что я сюда вынужден был приехать по заявлению моего доверителя Дениса Анатольевича, которому отказали вернуть деньги Хлеб, который выкладывается на продажу, он должен быть упакован и промаркирован это требование санитарных правил и требование технического регламента ну, соответственно, это федеральный закон о качестве продукции закон о защите прав потребителей обязывает вас продавать качественный и не опасный товар если вы это не делаете, то за это предусмотрена административная ответственность и товар должен быть снят с реализации я донесу вашу позву руководству не надо доносить позву, нужно выполнять нужно выполнять, не мнение, это требование законодательства хорошо, ваши требования руководству руководство примет решение по этому требованию смотрите, с руководством мы уже беседовали я с меня упознят, что мне делать смотрите, Марин я буду делать тогда, вот если мне скажете Марин, вы живете в другой стране, у вас другое руководство у нас на видеозаписи зафиксирован наш весь диалог с Артуром Меченом Артуром Дмитриевичем Меченом и его там замом по службе безопасности как его там, Александр? да, все зафиксировано вы можете этот диалог посмотреть он нам пообещал о том, что если мы найдем просрочку при нас она будет утилизирована что у вас есть акция, что если человек купил просрочку ему не нужно предъявлять чек ему не нужно возвращать товар ему сразу же возвращают деньги вы не извинились за некачественный товар вы... простите, я почему, я извинилась перед вами непрерывная запись идет ну хорошо перед тем вы извинились когда... как забыла зовут? меня Владимир зовут нет, вот Денис Анатольевич Денис Анатольевич приобретал у нас некачественный товар ему было сказано, что некачественным товаром мы не торгуем если он... вы ему предложили утилизировать данный товар? он нашел некачественный товар я его бы забрала, конечно, не списала обязательно скажите, пожалуйста, он некачественный товар оплатил? вы мне скажите он оплатил некачественный товар оплатил некачественный товар на кассе сам? оплатил оплатил какие у вас могут быть претензии? он заплатил для товара претензии есть к нему, за то что он приобрел у вас товар? мы же сами приобретаем у меня нету претензий к нему нету он о reim Значит, у вас претензий к нему нет. А вот у него к вам есть претензия, то что он в вашем магазине купил некачественный товар. И он вернул со второй попытки с моим участием деньги за некачественный товар. Потому что сначала ему было отказано. Я вам так скажу. Вы воспользуете ситуацию, что у него под рукой не было телефона, не было возможности, чтобы кто-то со стороны это все заснял. Он ко мне обратился. В итоге он попросил. Хорошо, вы предоставите камеры. В итоге он вынужден был товар оставить женщине, сходить за телефоном, позвонить мне, чтобы объяснить ситуацию. Значит, мы приняли решение, что он приедет, меня заберет и перевезет сюда. А кто принял? Вы решение? Мы совместно приняли решение. Я открою вам секрет. Я его... Денис Анатольевич. Денис Анатольевич, когда пытался приобрести просроченный товар... Да не пытался он его приобрел. Он пытался его забрать изначально. Просто. Да? Что вы начинаете... Вы... Давайте... Марина, Марина, давайте сделаем так. Давайте сделаем так, что клевета это уголовно наказуемое преступление. Понимаете? Если то, что вы сейчас говорите, взвешивайте. Если у вас есть этому доказательство, вы можете об этом говорить. Если у вас нет доказательств, то завтра вы докажетесь в суде. По статье 128.1. Клевета. И вы будете в мировом суде потом доказывать, что вот эта информация соответствует действительности. Понимаете? Денис Анатольевич вышел из вашего магазина с товаром некачественным и оплаченным. И не надо врать. Согласны? Тогда воздержитесь от своих комментариев о том, что он пытался покинуть магазин. Денис, вот смотрите. Мы сейчас фиксируем то, что вы сейчас сказали. И вы в суде будете доказывать обратное. Потому что бремя доказательства будет... Ну так ищите, ищите. Здравствуйте. Добрый день. Люди устраивают демош, да? Они перемешивают там продукцию. Ну демош не демош, это вот так концентричали. Павел, а с какой конкретно демош не привезли? Перемешивают продукцию, выдаются еще один вверх, устраивают скандалы в магазине с покупателем. С покупателем? А где покупатель, который жалуется? Ну, не больше. Покупатели уже. Памятник, а вы с чем боритесь с продукцией? Давай я буду пояснять все. Расскажите, пожалуйста. Давайте, смотрите, значит, объясняем ситуацию. Ко мне сегодня мой доверитель Денис Анатольевич обратился с, скажем, просьбой оказать ему содействие в том, что он в данном магазине приобрел товар, и ему отказываются выдать, вернуть деньги за некачественный товар. Значит, он здесь находился один, я находился дома. Значит, я ему дал по телефону консультацию, как действовать. Он, соответственно, оплатил товар, дальше приехал ко мне домой, забрал, и мы сюда приехали. Здесь под видеозапись, значит, данный работник вернул деньги, значит, у нас ведется непрерывная аудио и видеофиксация. Ну, и вернул деньги. Вернул деньги. Дальше я объяснил Марине о том, что вы понимаете, что вы довели эту ситуацию до того, что я вынужден был потратить свой выходной сюда приехать и возводить вот эти непонятные разборки. Я говорю, раз я сюда уже приехал, мы сейчас пройдемся и проверим более детально ваш магазин. Естественно, долго ходить не пришлось. Мы сразу же подошли, увидели, что хлеб реализуется, там, сыпучие вот эти... Осталачины какой-то или что? Нарушение санитарии... Вы конкретные претензии говорите, чтобы я понимал. Да, конкретные претензии, значит, товар, который, ну, пищевые продукты, которые подлежат употреблению без термической обработки, либо мытья, должны быть упакованы в потребительскую упаковку, и любой товар должен продаваться с маркировкой. То есть вот хлеб, допустим, просто наглядно, вот смотрите, вот видите, вот хлеб, да? Вот он упакован и он промаркирован. То есть здесь вся есть вот информация. Вот. Вот это вот недопустимо. Недопустимо, когда вот таким образом продается пищевая продукция. То есть вот этот хлеб можно взять и употреблять. Мыть его... Открыто и закрыто вы видите, да? Ну да, то есть, значит, смотрите, конфликт произошел... Вы желаете записать заявление Роспотребнадзору по этому поводу? Конечно, конечно. Мы пишем всегда заявление. Сейчас, секундочку. Просто смотрите, ситуация такая, что Роспотребнадзор, к сожалению, придумал какой-то себе мораторий. Мораторий на то, что, кажется, мы не привлекаем магазины к административной ответственности. На то, что, как бы, никто не скрывает, они выписывают только предостережение. То есть бумага ни о чем. Вы понимаете, да, что полиция не регулирует работу? Знаем, но сотрудники полиции... Да, и магазинов не регулируют работу. Нет, нет, сотрудники полиции это универсальные, скажем так, правозащитники, но не правозащитники, а правоохранительные органы, которые, как минимум, фиксируют... Фиксируют? Фиксируют и потом материалы... И не только заявление. Да, ну не только, там можно еще... Право напишут. Да, можно изъять товар, протокол изъятия, можно взять расписку на ответственное хранение. То есть, вот смотрите, суть заключается в том, что данный работник на данный момент отказывается устранять правонарушение. То есть, вы, в принципе, имеете право потребовать от них устранение правонарушения. Потому что мы вам сейчас можем сослаться на конкретные статьи 4.1 технического регламента о том, какая маркировка должна срок годности указывать, даты изготовления и так далее. То есть, если они отказываются это сделать, вы вправе потребовать до привлечения к административной ответственности по 19.3. Если они отказываются, устранить снятие реакциализации. Вы желаете мне написать заявление, административная ответственность, если это... Мне вам удобно написать. Да, мы здесь напишем. У вас есть листочек, надо с собой... Листочек у меня нет. Нет, пойдем к патрульной машине, надо подойти и... Хорошо. ...и откидать. Субтитры сделал DimaTorzok